Впервые в студии программы Нужное подчеркнуть крупнейший специалист в области конфликтов, в том числе многонационального общежития в мегаполисах мира. И впервые это иностранный гость, доктор психиатрии, почётный профессор университета Виргинии, США, доктора Ваник Волкан, которого я сейчас приветствую. Мистер Волкан, my best wishes. Мистер Волкан, позвольте для начала приветствовать вас в этой студии программы Нужное подчеркнуть, где много говорят о всевозможных конфликтах. Должен сказать вам, что вы первый иностранец, который даёт интервью в этой студии. Мой первый вопрос о толерантности. О толерантности как явлении. Многие люди у нас в России полагают, что толерантность как тенденция родилась и пришла к нам из США. Как вы могли бы это прокомментировать? В первую очередь, Валерий, большое спасибо, что меня пригласили, и я также благодарен профессору Решетникову за это. Ко мне хорошо относятся в Петербурге, и я думаю, что это толерантный город. Я также надеюсь, что вы, Валерий, отнесётесь ко мне толерантно. Что касается вашего вопроса, то я не могу говорить за всю Америку. Но я знаю о толерантности не понаслышке, и я могу выразить позицию американца и профессионального учёного. Толерантность сложно описать. Считается, что если вы толерантный человек, значит вы хороший человек. Это слишком просто. Во-первых, потому что толерантность регулирует отношения между индивидуумами. А второе, это отношения межэтнические, национальные. Коснёмся индивидов. Если вы демонстрируете толерантность, то это означает, что вы человек терпимый и не склонный к садизму, то есть получению удовольствия от издевательств над другими. Но, внимание, а если издеваются над вами? Если вы слишком толерантны и терпите, то вы мазохист. И вы не хотите защитить собственную самооценку. Вы имеете в виду чувство собственного достоинства? Да, вот именно. Но если вы не проявили толерантность, а сразу дали отпор, то вы слишком импульсивны. Вы понимаете меня? Ситуации бывают разные, и мы по-разному себя проявляем, дозируя степень своего терпения. То есть, мистер Волкан, я правильно вас понял, я всякий раз сталкиваюсь с чужой агрессией, для себя определяю меру своего терпения? Это я могу вытерпеть, а это невыносимо. Да-да, вы всё правильно поняли. Вы не можете никому приказать быть толерантным, потому что для того, чтобы быть толерантным, надо внутри себя проработать травму, которая причинена вам. Если вы что-то потеряли, вы могли потерять руку или своего друга, или ещё что-то, или кого-то. После каждой утраты её необходимо оплакать. Оплакивание — это сугубо человеческая вещь и присуща животным в какой-то степени. Вы можете видеть это даже в жизни слонов. Если слон-мать умирает, то слонята не могут её прямо сейчас оставить. Они скорбят по ней. Строго говоря, если вы сможете пережить и переработать собственные утраты, то можете стать более толерантным. Что вы говорите, мистер Волкан? То есть толерантным может быть только то общество, которое имеет опыт страдания? Я говорил об индивидах, а теперь об обществе. Все отношения между системами людей, между странами — это всегда проигрыш-выигрыш. Всегда конфликт. И всегда чья-то утрата своих приобретений. Одна сторона что-то приобретает, а другая теряет. Они что-то приобрели, а вы потеряли. Так достигается развитие. Но общество, как индивиды, может остановиться в развитии и становится дезорганизованным. Все зависит от степени толерантности. Если вы сильны и довольны, то вы терпите. Если вы сильны, но недовольны, вы даете отпор. Например, возьмем Европу. Сейчас есть тенденция нетолерантного отношения к эмигрантам. Европа недовольна ими. Я могу сказать, что это же и про Россию, мистер Волкан. Я ничего не знаю о том, что происходит в России. Вы, Валерий, мне расскажете про Россию. Вы хотите сказать, что не слышали и не читали ничего о национальных проблемах России? Нет. Я читаю, я слушаю, но я не люблю говорить о чем-то, чего я не знаю как следует. Но я подозреваю, что это происходит везде, во всем мире. Это следствие трех причин. Интернет, вторая современная версия глобализации. И, наконец, экономическая ситуация. Давайте поговорим о коллапсе Советского Союза. Это повлияло на всех. Люди говорят, а кто же мы теперь? Эстонцы, например, говорят, а кто мы теперь? В этой новой цивилизации этническая идентичность становится очень важной. Кто мы такие, если не советские? Простите, доктор, но я должен сказать, что эстонцы всегда знали, кто они такие. Даже в Советском Союзе они были особняком. Другое дело, например, грузины или киргизы. Спасибо, своевременное замечание. Эстонцы в течение долгого времени тайно хранили свою идентичность. Но кто же мы сейчас? Они тревожатся. Это мешает им быть счастливыми. Я там был, я там видел. Они еще не приспособились к этому. Это же свобода. Но недавно я был приглашен в Вену. И я познакомился с венцами. Прекрасный город Вена, как и Петербург. Замечательная история, замечательная архитектура. Но, согласно статистике, через 10 лет 40% венцев будут мусульмане. Уточните, доктор, они будут мусульманами или просто темными, или коричневыми, или желтыми? Не знаю насчет национальности, но именно мусульманами. Через 10 лет. Без всякой войны. Без захвата и агрессии. И это динамика изменений в мире. И протесты европейцев ничего не могут изменить? Вот именно. Несмотря на все протесты. Поэтому я рад, что вы затронули тему толерантности. Нам надо решать, кто мы такие и как себя вести. Как человек я могу сказать, я толерантен. Я неплохой человек. Я хочу толерантно относиться ко всем, но у меня же есть собственные традиции. Я имею в виду не только Вену, а вообще традиции в целом. И меня беспокоит то, что происходит с Веной. Но, возможно, к тому времени я умру. Не узнаю, что там будет происходить. В следующие 30-50 лет. Но мы должны искать способы приспособления к новой жизни. Мы сейчас в середине этого процесса. Мы в середине этого процесса. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы're welcome.